Вечер добрый! Здравствуйте! Здравствуйте! Наша с вами сегодняшняя беседа о том, насколько можно и надо рожать детей. В каждой стране к этому разный подход, а у каждой нации своё понимание. Надо ли много или мало детей? Есть страны, где многодетных матерей возводят в ранг героев, а есть страны, где рождение второго или третьего ребёнка считается просто преступлением. И вообще я хотела с вами побеседовать. Добрый вечер тем, кто уже пришёл. И я хотела с вами побеседовать о том, кто и где сказал, что нам надо рожать детей. У меня самой вот 9 детей, и моя мама была, чтобы они были здоровы, бляй, нора. И моя мама была 13-м ребёнком в семье. И поэтому, как вы понимаете, что у людей, соблюдающих заповедей, есть некое определённое мнение на этот счёт. На чём же основывается это мнение и как правильно поступать по жизни? Вот именно об этом бы мне и хотелось сегодня с вами поговорить. Единственная митцва, про которую напрямую говорится в Торе. Это именно эта самая митцва про рождение детей. Нет такой другой заповеди, про которую бы говорилось и даже не один раз, а несколько раз в Торе, да, несколько раз упоминалось. Представляете себе, не успел Всевышний, добрый вечер, не успел Всевышний сотворить человека, да, то есть вот он творил мир, там сотворил животных, всё-всё-всё-всё, не успел. Но как только он закончил творить человека, сразу же, в тот же момент, как они открыли глаза, первое, что им заповедует Всевышний, говорит Всевышний, плодитесь и размножайтесь. Только пришли в этот мир и ещё вообще ничего не узнали. Первое – плодитесь и размножайтесь. Из этого, во-первых, нам надо понять, что эта заповедь относится ко всем людям, ко всем народам, да. Все народы несут ответственность, чтобы заполнить эту землю людьми. Интересно, как переводится, как можно понять вот эту заповедь «пру-урву». «Пру-урву» – это на иврите, да. «Пру» – это «пирот», «пирот» – это плоды, да, создавайте плоды. «Урву» – это множественные числа, «рабим», то есть много плодов. Заселяйте эту страну множеством плодов. Сегодня мы будем говорить не только про то, что положительную сторону этой заповеди, но и попробуем обсудить все аспекты того, что нам дано. Мало того, что нам просто было сказано «пру-урву», да, плодитесь и размножайтесь. После грехопадения женщине было сказано, что «тильду баним бээцев» – «в печали будете рожать». Давайте с вами попробуем разобраться и подумать вместе, да, что же пугает нас в рождении детей. У вас есть какой-то ответ, кого из нас, из вас пугает рождение детей, и что в этом действительно страшного? Так, ну, кроме «здрасте», я пока вижу, что никто не пишет, пугает ли его рождение детей. В всяком случае, женщины, мужчины, у каждого свои, как бы, примеры могут быть, почему, да или нет. Ну, я, во всяком случае, попытаюсь донести до вас некое понимание талмудическое, да, и вообще взгляд рыбок на мир. Одна из важных вещей – это то, что мы живем с вами в мире, сейчас, во всяком случае, так это происходит, в наше время, когда женщина, а это не только домашняя хозяйка и не нянечка, да, для своих детей. Я, во всяком случае, как шатханит, могу вам сказать, что процент девушек со вторым или даже с третьим образованием намного выше, чем у молодых людей. У мужчин больно, и да больно мы к этому вернемся еще, да. Итак, у женщин более высокое образование. На сегодня в основном в процентном отношении, да. И первое, что пугает многих людей, что, родя ребенка, им придется отложить свой профессиональный рост. Вот, да, наш мир стал таким, когда каждый из нас старается и хочет дойти до максимально удачного состояния в своем развитии на работе, в своей поднятии каких-то профессиональных деятельностей, да. Кроме того, многие из нас хотят стать неким таким царем, королем для себя, да, чтобы не было над ним совершенно никаких начальников, чтобы он сам для себя все решал. И вдруг встает некая такая опасность, возможность, что придет в этот мир новый человек, который полностью подчинит себе всю нашу жизнь и все наши желания, что этот новый маленький человек, он будет решать за нас, когда нам спать, когда нам есть, можем ли мы почитать книжку, можем ли мы посмотреть фильм, да. Я уже вообще не говорю там про работу или про учебу. И молодые люди, пары или не всегда молодые, да, когда решают привести в этот мир ребенка, они изначально понимают, что они должны будут себя ограничить в своих желаниях, в своих возможностях, в часах работы, в часах учебы, да. То есть это первая вещь, которая многих останавливает при мысли, и что надо в этот мир привести ребенок. Следующая вещь немаловажная – это содержание ребенка, которое является очень даже недешевым. И, решив родить ребенка, мы берем, конечно, на себя на много-много лет обязанность его содержать. Зачастую отнимаю у себя самое важное. Добрый вечер тем, кто еще пришел. Спасибо за благословение. Часто мы отнимаем у себя самое важное. И происходит иногда, когда очень много на тебя наваливается в жизни, и ты хочешь сказать «стоп, остановись, я не справляюсь, у меня нет сил». Но, решив привести в этот мир ребенка, ты понимаешь, что ты не можешь сказать «я устал, больше я не буду тратить на него ни денег, ни времени, ни сил, я не буду вставать к нему по ночам, я не буду беспокоиться, где он там подросший уходит по вечерам». То есть, рожая ребенка, мы берем на себя долгоиграющие обязательства. Ну и третье, наверное, важное – это наш страх, какими вырастут наши дети, будут ли они нас любить и уважать, будет ли у нас от них то, что называется «нахас», «нахас юди», вот это счастье мамы когда-то с детьми. И я могу вам сказать, что это невероятное счастье, особенно когда они вырастают, уже приходят внуки, это невероятное счастье. Но мы никогда не знаем, будет это или нет. Сколько бы мы ни вкладывали в воспитание своих детей, как бы мы ни старались им максимально дать, ни один человек не в состоянии предсказать, каким вырастет его ребенок. И что мне важно сказать, что Тура, она признает все эти трудности, когда нам говорится «бээцев тилду баним» – «в печали будут рождаться дети». Мы с вами знаем, что вот после греха Эцадад, первородного греха, Всевышний постановил, что женщина будет рожать детей в печали. До этого не было на нас такого как бы наказания. Но я хочу вас спросить, почему Всевышний решил, почему он сказал «в печали»? Кто-нибудь из вас опечалился от того, что он родил ребенка? В Туре написано «в печали». Ведь печаль – это некая такая грусть, это некий такой дикоон, некая такая депрессия. Кстати, если вы знаете, есть действительно часть женщин, иногда после родов у них действительно бывает депрессия. Но заповедь говорит именно вот про этот сам процесс родов. И пройдя его не раз, я вам могу сказать, что он точно не печален. Так о какой печали, говорит Тура? Интересно, что слово Эца в печаль в Туре употребляется еще несколько раз. И поэтому, если мы проследим, в каких ситуациях она употребляется, тогда, скорее всего, мы поймем, о чем говорит Всевышний, давая нам вот эту заповедь «в печали будете рожать детей». Итак, первый раз, как мы сказали, это про роды. Второй раз – это когда Всевышний говорит про ситуацию перед потопом. Когда Всевышний был печален, что он создал человека, и они так себя вели, и действительно Всевышний должен был уничтожить этот мир, привезти сюда потоп и так далее. Вы все знаете эту историю. Следующий раз, когда в Туре говорится про печаль, это когда сыновья Якова, только войдя в землю Израиля, это на самом деле в четвертый раз. В третий раз говорится, когда сыновья Якова пришли к Йосефу и обнаружили у наместника фараона своего брата. И тогда они были очень печальны и грустны, потому что поняли, что картина их мира совершенно меняется. Следующий раз это был, когда сыновья Якова только вошли в землю Израиля и, став станом рядом с Шхемом, узнали о том, что их сестра Дина была обесчищена. И тут написано, что они были печальны и удручены. Итак, я вам привела все эти примеры, постаралась сделать это быстро. В чем печаль, в которой говорится о Туре? И Медраж объясняет, что печаль – это то состояние, когда мы должны отодвинуться назад, уменьшить свое Я, уменьшить свои желания, когда ситуация ставит нам условия и обрезает наши желания. И тогда написано, что наступает тот самый момент, который называется ЭЦА, в печаль. Мы ограничены. И об этом именно нам говорится о рождении ребенка. Всевышний создал этот мир, и в его намерениях было, что этот мир будет заселяться людьми. Но наши поступки сделали его печальным, и он должен был привести потоп. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладевайте ею. Так у нас написано в Берешит, недельная глава, которую мы как раз читали на этой неделе. И казалось бы, что поскольку это говорится «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», то это говорится, соответственно, эта заповедь принадлежит всем. Это должны все, и мужчины, и женщины. Но мы с вами знаем, что именно эта заповедь лежит на мужчине. Потому что в том посудке, то, что я прочла, заповедь овладевайте, овладевайте этой землей, этим миром, она тоже лежит на мужчине. Поэтому говорится, что и заповедь «плодитесь и размножайтесь» – это заповедь мужчины. Но как Всевышний может говорить, что это заповедь только на мужчине? «Пить забеременеть для того, чтобы забеременеть». Да, в танго нужно двое. Никак мужчина сам не может забеременеть. Неважно, при том, что новые технологии, новое видение мира сегодня как бы дает некие другие возможности. Но мы с вами говорим о правильном мире, мире, который хочет, чтобы Всевышний тут существовал. Так вот, для того, чтобы пришел новый человек в этот мир, нам нужен мужчину и женщину. И если в мужчина хочет, а женщина не согласна, как может произойти ребенок? Так вот, говорится, что в женщину встроено, просто встроено изначально, когда ее создавали, в нее встроено желание иметь детей. А мужчине это приходит особой заповедью. Я попытаюсь объяснить, почему у него это заповедь, а у нас это встроенное как бы такое действие. В мужчину встроена другая ответственность. Встроена ответственность за материальное благополучие семьи. И поэтому у мужчины появляется страх. На мне лежит обязанность обеспечить их, если я приведу детей, все, как я вам говорил, и выше, а понадобится такое-то, такое-то количество денег и такое-то количество сил, я этого боюсь. Второй раз заповедь про рву была дана Ноуху после окончания потопа, когда Всевышний тоже ему сказал «плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Почему он сказал Всевышний Ноуху? Ведь, казалось бы, уже всё, он уже дал Адаму эту заповедь. Почему он должен был повторять эту Ноуху? Сказано, что из Тыват Ноух, из Тывы, они вышли раздельно. Сначала вышли Ноух и сыновья, а потом жена и невестки. И объясняется так, что Ноух думал, что если этот мир такой тяжёлый, такой суровый, если Всевышний наказывает своих детей, то для чего же рожать Новый? Ноух был свидетелем того, сколько было людей в мире, как они себя вели, и как Всевышний потом их наказал. И он предполагал, что могу ли я нести ответственность за то, как мои дети будут себя вести, и тогда Всевышний их тоже уничтожит. И видя вот такое поведение Ноуха, Всевышний в очередной раз повторяет вот эту заповедь «плодитесь и размножайтесь». То есть это вот второе повторение, которое есть в Торе, чтобы, не дай бог, мы не забыли. То есть все бные Ноуха, все дети Ноуха, как я говорила, от Адама все души, все народы и так далее, должны то же самое. От Ноуха пошли все народы. Эта заповедь лежит абсолютно на всех. И тут я хочу перейти к вопросу, который я обозначила на своей страничке. «Сколько же детей должен родить каждый человек?» Или каждая пара, поскольку, мы говорим, мужчины и женщины вместе, ребенок от них происходит. Сколько должны родить детей? Знаете, у нас есть такие, были такие мудрецы, Шамай и Гилерия. И как всегда у евреев, по каждому вопросу совершенно спорные разные ответы. Шамай говорит, что достаточно двух сыновей, так как у Мошера Бейну было двое сыновей, и после их рождения Всевышний разрешил ему отдалиться от его жены. Но Бейт Килель говорит, «Нет, это совсем не так. Мы не учим с вами от пророков и царей. От этого мы не делаем закон. Давайте сразу с вами посмотрим на Всевышнего». Всевышний создал мужчину и женщину. Так и мы должны рожать, приводить в этот мир мальчика и девочку. Ведь для того, чтобы существовал наш мир, нам надо и девочек, и мальчиков. Поэтому, по таре, если есть и тот, и другой, то, казалось бы, заповедь выполнена. То есть кто-то говорит, что как минимум двое мальчиков и девочек, потому, чтобы это было и по Гелелю, и по Шама, и так далее. Но наши мудрецы, вы знаете, что нам никогда недостаточно. Первые поспорили, пришли следующие, и они говорят такую вещь, что сколько рожать, вот после того, как мы уже родили вот этот минимум, минимальный, который мы должны, выполнили задачу, минимум того количества детей, которые мы должны привести в этот мир, то после этого, что и как будет, должна решать женщина, в зависимости от ее здоровья и желания, и от того, сколько можно рожать, сколько ее организм дает ей возможность рожать детей. И если ей тяжело, то она может пойти к раввину, и спросить у нее, можно ли остановиться. Но после всего этого приходят другие мудрецы, которые говорят, что мальчик и девочку недостаточно. Мы живем в таком мире, когда мы не знаем, что нас ждет. Поэтому правильно, как минимум, два мальчика и две девочки. А чем дальше, тем больше, тем лучше. Мы как бы являемся вместе с Всевышним, строителем этой земли, и вот эту прорву населяете, заполняете и так далее, лежит на каждом. Надо отметить, что мужчина, заповедь я сказала, лежит на нем, и он обязан иметь детей. И ему запрещено, запрещено жениться на заведомо бесплодной женщине. То есть, если есть некая женщина, про которую известно, что она бесплодна, я хочу сказать, вот как к шатханит, ко мне обратился буквально вчера один мужчина и говорит, я прошу вас, найдите мне женщину, которая не может рожать. Я совершенно сначала обалдела, как-то так можно, как мужчина может хотеть, молодой мужчина, ему буквально там 33 года. Вот. Ну, после этого он мне рассказал, что у него уже есть пятеро его детей, и он чувствует, что для него как бы более чем достаточно, и он больше не хочет в это входить. В этой ситуации разрешено ему жениться на бесплодной женщине, но если до этого у него не было детей, то ему запрещено. В отличие от этого, женщина может выйти замуж за кого угодно. У нее нет заповеди привести детей в этот мир, и если она вышла замуж за мужчину, который как бы по каким-то своим причинам медицинских не может иметь детей, у нее нет запрета. Но что? Да, у нас у евреев всегда все вот так вот. Если мужчина и женщина состоят в браке 10 лет, и у них нет детей, и мы говорим с вами только про детородный возраст, конечно, да, то Талмуд требует развестись или взять другую дополнительную жену. Имеется в виду, когда было разрешено брать вторую жену. И сейчас я знаю очень редкие случаи, когда такое тоже бывает, если, скажем, жена, не дай бог, очень сильно больна, не дай бог, и про нас, чтобы никто такого не знал, да, а мужчина может еще родить детей, она там прикована к постели и не встает, то оставить, развести с ней это не по-человечески, и, соответственно, каким-то образом могут быть разрешения, но на сегодня у нас брак, только когда одна жена, да, предохраняться, предохраняться мужчинам запрещено. Тогда как мы говорим, что же делать, если мужчинам запрещено предохраняться, а мы уже, слава богу, привели 2, 4 или 5 ребенка, и мы чувствуем, что у жены нету сил, что же делать? Женщина имеет право предохраняться, опять же, посоветоваться с раввином и так далее. Интересно, что раньше был некий такой настой, он назывался коз и карин, чаша бесплодия, да, такой, приходили к раввину, раввин, значит, видел, что действительно заповедь выполнена и давал вот выпить этого напитка определенного. Теперь у нас нету знаний, что это такое, поэтому женщинам приходится пользоваться разными средствами, которые часто бывают неудобны и неприятны. Теперь хочу я вам сказать о том, что каким будет этот мир, зависит от каждого из нас. Я хочу привести такой небольшой пример, небольшой такой рассказ, насколько мы с вами являемся, каждый из нас, компаньоном Всевышнего в сотворении мира. вот как-то один папа остался дома со своим ребенком. Но у этого папы была срочная работа, ему нужно было что-то срочно сидеть за компьютером, что-то делать и так далее, а ребенок не очень взрослый, 7-8 лет, он все время отвлекал вопросами, просьбами, папа, я хочу это, папа, дай мне это, я голодный, я хочу пить, мне скучно и так далее. у кого есть дети тут знают, как это бывает, и папа никак не мог придумать, чем же его занять. И тогда он увидел, что лежит у него на столе большой листок с картой мира. И вот он подумал, дай-ка я разрежу этот листочек на много частей, сделаю такой, как пазл, дам ребенку в руки глобус, и пусть он сидит, собирает этот пазл, и будет тихо, спокойно, и я смогу заниматься своими делами. Но прошло буквально несколько минут, и ребенок приносит ему склеенную правильно карту. Вау, сказал папа, да, ничего себе, такой маленький ребенок, и он смог склеить эту карту, у меня бы, папа, взрослого человека, заняло бы это несравнимо больше времени. И тогда папа ему говорит, папа, я не знаю глобус, я не знаю карту, но я перевернул все листочки и увидела, что там вместе получается очертание человека. Я взял и склеил побуд картинки человека, и перевернул, и там оказалась вот эта склеенная карта. вот так вот мы с вами, создавая человека, да, с одной стороны человек, с другой стороны карты мира, создавая человека, мы создаем этот мир. И в каждом поколении у нас есть заповедь «плодитесь и разумношайтесь», ведь большой мир, он состоит из многих, многих наших маленьких миров, из многих людей. И вот еще один пример, который покажет вам, насколько важно выполнять эту заповедь, да, для истории, для каждого из нас. Если вы помните, Мирьям, дочь Амрама, да, сказала ему как-то, если вы помните, он отдалился от своей жены, тоже боясь как бы тяжелого постановления фараона, потому что фараон воспретил, запретил рожать, да, и дочка ему сказала, Мирьяма ему сказала, фараон запретил рожать только мальчиков, а ты предотвращаешь от рождения и мальчиков, и девочек, да, и фараон запрета касается только этого мира, а ты не даешь нашим душам сделать свою работу в будущем мир, и фараон, он злодей, и его постановления могут исполняться, а могут быть нет, а ты праведник, да, и то, что ты решишь, оно обязательно исполнится, и вот после таких слов этой Мирьям, Амрам сблизился со своей женой, и с Божьей помощью, что получилось, родился у Мирьям брат Моше Робейну, да, и последний рассказ, я его рассказывала уже год назад, и мне кажется, тоже в этот же период, рассказ, который относится уже к нашему времени, в Израиле, как-то одна женщина, у которой уже было четыре точки, забеременена, и вот она приходит в аптеку попросить какие-то лекарства, и не хочется идти в больницу, делать аборт, и она начинает разговаривать с аптекаршей, и говорит, не могу, мне так тяжело, четверо дочек, живем бедно, беременна, хочу прекратить беременность, и эта аптекарша и начинает рассказывать, как важна каждая душа в этом мире, и говорит, если ты не в состоянии и не хочешь этого ребенка, отдай его мне, я сама его выращу. Женщина, конечно, услышав такие слова, поняла, что не будет она прекращать беременность, и действительно родила, родила ребенка, все было замечательно, прошло где-то 20 с лишним лет, и в один из дней опять эта же женщина заходит в магазин, в ту же самую аптеку, подходит к аптекарше и говорит, дайте мне пожалуйста быстро там таких-то, таких-то, таких-то вещей, я срочно должна бежать к своему сыну, что случилось, мой сын сегодня в армии получает цалаш, цалаш это такая награда, когда человек сделал какой-то геройский поступок, знаете, говорит, он сделал невероятную вещь, он был в Хевронии и на его глазах террорист напал на человека и практически его зарезал, он успел спасти его, защитил от этого террориста и вот за это он получает вот эту награду цалаш и тогда аптекарше побледнело и говорит, боже, как, когда это, где это произошло, как зовут вашего сына и выяснилось, что вот этот рожденный мальчик, которого аптекарша уговорила не делать аборт, спас сына аптекарши, мы не знаем в какой момент, у кого из каких людей есть какое предназначение, кто из нас когда должен прийти в этот мир, что мы должны сделать, поэтому сказать, я не рожу этого человека, я не имею сил, да, это наш выбор, действительно наш выбор, особенно женщин, но мы должны понимать, что каждый человек в этом мире, он строит все, он, мы вместе компаньона Всевышнего, каждый из вас пусть решит, что для него правильно, но с Божьей помощью слова Тора всегда нам помогают прийти к правильному решению, всего хорошего, до свидания. Субтитры Субтитры Субтитры